Итак, здравствуйте, дорогие друзья! С вами Валерий Бовсуновский. Мы сейчас занимаемся разработкой программного обеспечения. Просто я хочу показать, что этот процесс очень сложный, например, но безумно интересный. И сколько мелочей он учитывает. Сразу для новичков, тех, кто собирается изучать Python и другие языки, начинать нужно с сайта spb-tut.ru, получить пожизненный доступ и заниматься. Здесь знания есть с нуля. Python, Django, потом предлагается изучать Kotlin. То есть поняли, да? И вперед. Все получится. Сергей Асачий, который стал первопроходцем, вот он к этому дорос. То есть я сейчас его только направляю. Итак, Сереж, теперь к вам. Вот это был ужас. Но это же первые шаги были. А, для новичков. Ребят, смотрите. Для новичков и для тех, кто начал смотреть только с этого видео. В чем заключается современность? То есть мы отвечаем на вопрос, какие программисты нужны. Посмотрите любые передачи. Сегодня что происходит? Все предприятия оцифровываются. Потом собираются в единые центры. То есть этот процесс уже идет. Значит, эти знания, навыки и умения будут востребованы в ближайшие 15-20 лет. Это однозначно. Что нам надо сделать? Сергеем поставили задачу сделать следующее. То есть Сергей должен написать, и я подключусь дальше, когда будет чуть больше интересно. Просто надо доделать некоторые задачи мне свои. И создать проект, который будет включать проект добавления предприятий на любой масштаб. Например, берем область или район. И надо добавить все предприятия в один реестр, один каталог. При этом первое требование, что предприятия должны добавляться абсолютно любые. Раз. Второе. Должна иметься своя серверная часть. Ну, тут проще. Тут мы на Джанго. Потому что вот тот же Инстаграм написан на Джанго. Тот же Ютюб написан на Пайтом. Поэтому должна быть мобильная версия. И тут тоже, Сереж, вам подсказываю, что было бы хорошо, чтобы мобильная версия могла делать следующие вещи. Например, разделена быть четко по группам. Если это администратор, он может делать все, что угодно. Если какой-то рядовой сотрудник, он может мониторить. А при этом мобильная версия должна быть сделана таким образом, чтобы мог ее использовать любой директор предприятия. И там тоже назначить свои права и разделить. То есть кому-то мониторинг, кому-то управление. Ну, задача интересная и сложная, скажу сразу. Теперь давайте, вот это был первый шаг, но комом. Да, это нормально, Сереж. Мы же развиваемся, поэтому не расстраиваться. Теперь то, что вы сейчас прислали. Я же, заметьте, ребята, я все сообщения собираю. Почему? Потому что я себе записываю, где возникла проблема. Вот потом, как раз таки, и чуть-чуть подпишу уроки. А Сергей будет все проходить на личном опыте. Это очень важно. Я буду только направлять. Теперь смотрим то, что вы прислали сейчас. Итак, после это видео будет, я как раз сделал канал, чтобы люди могли хотя бы приблизиться и понять, что разработка, в принципе, это большой-большой процесс. Есть здесь видео. Когда вот посмотрел, видно видео номер 4, питон-разработка, где я рассказал о миксинах. Я уверен, что Сергей об этом знал. Ну, теперь вижу, быстренько он взял на вооружение миксины. Для тех людей, которые новички, поясню, а дальше в школе разберетесь. Миксины – это, грубо говоря, классы или логика, которая вносит очень конкретное поведение в определенный класс. Это очень удобно. По сути дела, так как Python имеет множество наследований, то, иными словами, вот как тут Сережа показал, где это он показал здесь. Сейчас я вам, чтобы вы суть поняли. Ага, ну, я уже говорил, пока он приценивается. Вот написаны миксины, то есть каждый миксин будет реализовывать какое-то конкретное поведение, и потом, например, в нужный нам класс можно добавить больше, меньше миксинов, но четко понимаешь, что кроме самих задач этот класс будет реализовывать поведение. Ну, какие это могут быть поведения? Например, это вход только пользователя по паролю, выборка по пользователям и любые другие. И выборка по определенным объектам. То есть мы можем, по сути дела, при помощи миксина, это переводится примесь, да, при помощи миксина, любой класс построят таким образом, что когда нам надо какие-то четкие мелочи, чтобы реализовывать в классе, мы можем делать в виде миксина. Но отличие по этому в том, что забивая на место аргументов миксины, мы получаем это поведение на 100%, то есть все полностью контролируемый процесс. Отлично. Теперь, Сережа, давайте пойдем к тому, что надо сейчас перекроить. На данный момент что сделано? На данный момент все. По сравнению с первым вы продвинулись очень хорошо. Но автомобильный двигатель. Что вы сделали? Картинка. Я сейчас покажу, чтобы вы понимали, да? Вот у нас есть автомобильный двигатель, для примера. На данный момент вы сделали такое проектирование, что все гайки у вас, которые должны откручиваться, приварены. Такой двигатель невозможно будет ремонтировать. И вообще ничего нельзя с ним сделать. По сути дела, грубо говоря, код костный. Я не скажу, что мертвый. Первый, первый, вот первый, где мы смотрели, это было мертвое. Да? Сейчас у вас появилось, то, что я от вас и хотел получить, это у вас появилась стратегия, да? По крайней мере, вы включили, что будете уже развивать на миксинах. Это уже есть стратегия, которую, в принципе, должен определить разработчик. Так, теперь возвращаемся к вашему, к вашей реализации. У меня первый вопрос. Сереж, а кто вам сказал, что надо один абстрактный класс? Нет, здесь правильно сделано. Но сама реализация, знаете, что надо сейчас делать? Я скажу уже прямым языком. Ресторан, АЗС, оптовую базу. Ресторан, АЗС, оптовую базу. Я дал для примера. Давайте теперь допишем. Я вам дописываю объекты, которые могут быть в любой реальности, в любой районе, в любой области. Гидроэлектростанция. Дальше. Детский сад. Троллейбусное депо. Дальше. Автобусный парк. Дальше. Теперь, Сережа, я буду задавать вопросы, но вы их задаете себе. Я у вас спрашиваю. Сюда мы сейчас вместо ресторана помещаем гидроэлектростанцию. А, и еще. Давайте вот еще. Берем Санкт-Петербург, да? Где, в принципе, когда-то я и начал работу вообще над проектом СПБ. Поэтому первая буква СПБ, вторая в сайте тут, то есть Питер, Минск. О, речные, речное пароходство. А там еще судостроение. Ха-ха-ха. Ну, давайте попробуем предприятие судостроения всунуть вот сюда. Вместо ресторана. И все. Сдулись. Задайте себе вопрос, Сереж. Ведь я понял так, что... Так, Сереж, стоп, спокойно. Начиная от начала проекта и досюда, вы сделали огромный скачок. Вы молодец. Но мы же учимся. Давайте ставить совершенно реальные задачи. Поэтому я для вас сейчас пишу такое понятие, как... Как... Сергей, ну, я прошу меня все-таки извинить. Вы всегда, в принципе, не против. Но я, честное слово, я за вами наблюдаю два года, да? Нет ни одной рубрики в школе, где вы бы не делали. То есть, говорю, изучайте Котлин, пошли Котлин. Начали писать на Android Studio, изучили Киви. И я просто... Когда, понимаете, я говорил время от времени, сейчас я отвлекусь, ребята, что, в принципе, задача школы – это разработка программного обеспечения. Но, в принципе, я ожидал это немножко позже, если честно сказать. Просто думал, надо людей подрастить. Так. И вот Сережа написал. Вот Сережа написал. Извини, Сереж, что если вы уже будете ругать меня, но, по крайней мере, ну, мне непонятен был, как, откуда, откуда у человека. Вот у меня такие же. Ну, ладно, у меня в жизни было очень много падений, каких-то, ну, мотивы. Свобода выбора, свобода деятельности, возможно, люблю учиться, финансовая сторона, всё нормально. Хочу в этой жизни вот, 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 вот вы сейчас сказали мою фразу. В принципе, я для себя ставлю, задачу только немножко по-другому формулирую. А насколько далеко я могу продвинуться? Не по сравнению там ни с кем, а насколько я могу продвинуться? Хочу от жизни максимум. Где ни пробовал найти, такое нигде не нашёл. Одни сплошные ограничения, условия человеческого слова. Постоянно кто-то решает, что должен делать. Вот я, Серёжа, это объяснял, что здесь никто не решает. В школе вроде зацепился, всё, что искал, нашёл, но ещё не реализовал. Чувствую очень сильно ход времени, а мне тоже 47. Вот поэтому я спешу, потому что понимаю, что надо сделать очень много. Да, Серёж, я понял. Спасибо большое вам за пояснение. Только одна просьба, одна просьба. Когда будете на YouTube свои ролики выкладывать, пожалуйста, не забывайте там поставить свободный доступ. Ну, вы всё это поправили, я видел. А то потом... Вот что я попрошу, вы это исправили. А то я отправил видео, ссылку на вас, а мне тогда люди пишут ВКонтакте. А что вы нам пустой канал даёте? Серёж, обратите внимание, что сейчас очень чётко там есть доступ по ссылке, свободный доступ. То есть поставили, вот теперь вижу, все эти ролики появились. Здесь, где, по крайней мере, видно, вы что-то делаете. Я ж... Я ж ссылаюсь где-то на ваше видео, а потом оказывается оно недоступно. Но всё нормально теперь. Спасибо. Ладно, пошли дальше. Так, а, вот, сейчас, пока, я хочу, чтобы вы сейчас услышали одно слово, прототип. Прототип. Смотрите. Вот считайте, что вот мы с вами пришли вот к этому моменту. Так, я попробую, секундочку, ребят, но уже не нервничайте сейчас. Открою в группе. В группе надо быть, ребята, только в группе. А лучше надо было скачать, тогда открыть на компьютере. Так, вот это откроем. Да, всё, вот то, что надо. Значит, смотрите, что положительного? Положительного, что вы определились с первой технологией. То есть, то, что вы будете использовать миксины, то, что мы рассматривали в библиотеке Pandas, да? То есть, классно, да? Ну, теперь, теперь вот эти вещи, ресторан, АЗС, оптовая база, для вас были как бы начальным этапом, да? А теперь вы должны ответить на простой вопрос, запланировать. Сейчас я помечу ещё, что надо. Запланировать. Понимаете? Вот задайте себе вопрос. Мы с вами пишем программу, в которую можно добавить все объекты района, да? Это многим людям интересно, да? Чтобы эта программа имела сам алгоритм работы, чтобы имела веб-часть, чтобы имела мобильную часть, и потом захочешь, чтобы блокчейн прикручивать. Это не важно. Сейчас мы работаем над самой программой, да? Которая потом может превратиться в библиотеку, да? Значит, давайте зададим вопрос. Как решить данный вопрос? Вот сейчас я вам покажу код. Сейчас вы поймёте. Открываем Django. Так, ну вот отлично. Вот смотрите. Вот я открыл Django. Что я делаю сейчас? Я хочу, чтобы пусть это будет дольше времени. Класс. Класс. И дальше пишу. Значит. ОС. Ну пусть будет любой, я потом его убежу. Ну пусть будет, чтобы было нейм. Ну, то есть то, что я сейчас делаю, да, вы всё это уже проходили в Django, то есть первично знаете. Сейчас я доведу до определённого конца логического первого вот этого действия, да? Далее. Всё, как видите, вот создались, да, пожалуйста, миграции, да. Да, это не важно. Но что произошло? Я создал объект. Теперь, Серёж, я попрошу вас не паниковать. Серёж, не получится обойти метаклассы. Не получится. Не получится. Теперь возвращаемся к вам. То есть, смотрите, я же говорил, сейчас важно не читать книги. Не читать ни в коем случае. Книги надо было читать до этого. Сейчас у вас должно быть разделено до разработки и после разработки. Нет, не значит, что где-то идеи можно почерпнуть. Но я вам категорически запрещаю читать книги. Категорически. Почему? Книги пишутся для того, чтобы вести в курс дела. Но никто не пишет, не напишет вам книгу, как разработать пандас. Да? Это очень сложно. Это вот такие, это вот такая вот кропотливая работа. Это что, десятитомник будет? Посему я вас попрошу разделить сейчас свою жизнь на до и после. Чётко. Вот здесь до 2 года вы занимались джанго, учили. Вы дальше это продолжаете. В этом контексте тоже учиться. Но здесь могли быть книги. Книги. С момента, как только вы начали заниматься разработкой, как сейчас, у вас только должны быть вашим наставлением только библиотеки готовые. Библиотеки возрастом от 3 и более лет. То есть, вот пандас, джанго, любые библиотеки. Вот как я вам в том видео показывал, для ребят, которые интересуются, это видео посмотрит. Да? Потому что я, видите, на канале сделал специально по разработке, чтобы это как-то связывалось с какую-то общую картинку. Да? Что это процесс. Процесс серьёзный. Та четвёртое видео, посмотрите. Теперь я сейчас открою. Давайте ответим на этот вопрос. То есть, вот это поняли, да? Вы уже, вижу, начали этим заниматься. Это придёт. Я уже этим занимаюсь несколько лет. Вот поэтому я так подготовился, понимаете? Но я к этому готовился очень серьёзно. То есть, нам не надо ничего сейчас придумывать. Сейчас нам надо взять идеи, которые классно работают, которые уже реализованы в разных библиотеках. При этом, как вот я сейчас увидел, вы, когда я вам показывал реализацию блога, вы взяли с блога, реализацию Миксинова вы взяли с пандас. Вас сейчас будет колотить и в сторону в сторону. Но я сказал, Серёж, не получится ни у кого спросить, не получится прочитать в книге. Ребята, не получится. Почему? Потому что вот этот вот способ, вот эту важную мысль я проговорю, чтобы откинули себе, сейчас, секундочку, ещё раз проговорю, это очень важно. Способ, а как я реализую проект, или там на декораторах, или на Миксинах, или там на общих классах, или на функциях, этого вы не прочитаете. Да, вы можете где-то взять одну книгу, где, возможно, будет описан один путёк, больше не опишешь. А технологий, их тысячи, подходов сотни, и есть подходы, которые уже в жизни реализовали себя. И эти подходы, почему я говорю смотреть в библиотеке? Потому что они вырабатывались 3, 4, 5 лет, пока люди к этому пришли. Но ведь в этом же и есть наследие Гитхаб, что сегодня, как вот правильно сказал Гитхаб, вы что думаете, вот отвлекусь? Через 30 лет детей будут водить в библиотеки, говорить, а вот в 21 веке, в начале, какое было программное обеспечение, хи-хи-хи, ха-ха-ха, так это ж просто. Вот так будет, да, это сегодня то, что кажется сложным, потому что будут музеи со временем, где будет рассматриваться программное обеспечение. Именно Гитхаб на себя взял роль сохранения этого как культурного наследия. Так этого ж наработано много. Ведь мы можем взять идеи из Джанга, которая разрабатывается больше 15 лет, из Пандас, которая много лет разрабатывается. Это нормально. Здесь нет ничего плохого. Но вот я и говорю, разработка библиотек. Вначале это сложновато, но потом, чем больше вы будете писать свой проект, тем легче вы будете понимать другие проекты. Сразу же будете развивать навык, потом участие в других проектах. Поверьте мне, что это все будет работать. Итак, определили, да? Я долго тяну. Я считаю, что вы немножко подумали. Ну ладно, не буду томить. Сергей, вот я не зря вам показывал сейчас вот это. То есть сейчас надо вложить, возможно, здесь один абстрактный класс. Но в нем реализовать то, что вы реализовывали, да, ранее я посмотрел. Да, все вроде правильно. Но теперь подумайте. Беру ваше творение, я беру. И я руководитель, программист. Так, стоп. Правильно сформулировать. Центр, это обычно какая-то отдельная организация, приходит к программистам гидроэлектростанции. И говорят, вот есть библиотека, вот, ты создай, полностью оцифруй станцию, чтобы мы могли все добавить в общий реестр. То есть, что делает программист? Он что, будет ресторан переписывать? Да нет. То есть вы должны вложить сейчас возможность создания объектов. Вот не зря я обратил внимание, знал, что пропустил. Но это нормально. Ведь я же в этом видео, вот посмотрите, я же настоятельно. Я не проговорил, но в этом была моя цель. Потому что знал, что пропусти, это нормально. Но я ждал, пока мы упремся, вот в это ограничение, да? Это нормально. То, что вы сделали, вот эти шаги, уже классно. Вы классно развиваетесь, быстро. Так, теперь я что делаю? Открываем. Ну, мне быстрее открыть джанго. Давайте откроем джанго. Джанго. Мы, по-моему, смотрели сейчас ДБ. Модельс. Я уже не помню с того видео, что мы тут смотрели. База, да? База, по-моему. Вот смотрите в джанго. Вас сейчас не должен интересовать смысл, да, вот этого файла. Вас должен интересовать один фрагмент. Мы смотрим. Класс, дифферент. Всё, есть код. То есть создание объекта. Как вы видите, вот вы здесь сейчас допустили ошибку. То есть приварили, да? Вы приварили проект. Болты, как я говорил. Почему? Да вот, посмотрите. У вас сейчас код, если посмотреть. Где тот код делся? Сейчас, секунду. Я понимаю, что вы пока-то не рывались. Но у вас везде, вот, кастомные объекты. Да? То есть объект, который, в принципе, только стандартный. Я сейчас вам ничего не говорю. Будете сами решать. А возможно, вам пригодится объект. Значит, сейчас я вас попрошу записать домашнее задание. Вспомнить, разобрать. Python класс. Вспомнить, разобрать. Нас интересует сейчас Python класс типы. То есть тут у нас нет никаких скобок, ни от чего не наследуется. То есть я хочу, чтобы вы сейчас записали себе домашнее задание и чётко вспомнили создание объектов. Потом уже все поля. Вот сейчас я ещё попрошу. Посмотрите видео 4, где я пандас показывал. Залезьте туда. Посмотрите, там создание объектов. Там тоже. То есть, и сейчас подумать вот над чем. Надо вам объект или не надо? Заложить их в любом случае надо. Возможно, на данном этапе не совсем понятно, какой тип должны создавать объекты. И вот тут опять пандас. Я не полезу специально. Обратите внимание, в пандас, где я показывал, там чётко прописано, как они создавали объекта. То есть, буль, буль, да, дальше поехали. Там объект цифровой. Дальше там, я не помню. Но они очень чётко прописали те объекты, которые им нужны. Да? Почему вот это сейчас вспомнит создание объекта, создание объекта, дальше и всё, что связано. Теперь этот момент понятен. Это надо сделать. Это сделать как домашнее задание. Значит, мы должны заложить сейчас тип. И вот такой момент. Главное здесь не бояться. Смотрите, всегда, когда есть конкретно, вот нам понадобился тип, значит, если эта конкретная задача, всегда есть решение. Оно уже есть, либо в справке, либо его можно найти. Но, с другой стороны, это нам даёт возможность убрать. И, по сути дела, мы действительно могли бы поставить один абстрактный класс и продумать. Поэтому вам сейчас надо написать вот то, что вы писали, плюс попробуйте написать ещё, вот кроме того, что я писал, ещё с десятка два объектов. И сядьте, подумайте, что у них общего, это как абстрактный класс. Могут ли они использовать? Всё, вы, вижу, стараетесь избежать интерфейсов. А ещё я не видел домашнего этого задания. Чем отличаются абстрактные классы от интерфейсов? А ещё момент. А когда будет удаляться объект? Потому что вот эти стрелочки пока вы не задействуете. Я вижу. Я это вижу. Неужели вы думаете, я не вижу? Я очень чётко, что есть ещё, смотрите, закрашенные квадратики, незакрашенные. И эти вам понятия знакомы. Но вы их чётко избегаете. То есть у вас везде процесс прямой. Но давайте подумаем. Ладно, пока с этим оставим. Пока включим тип и продумаем по-другому немножко класс. То есть, по сути дела, подумайте две вещи, как включить. Это абстрактный класс, который вы включили, да? Но и включить функцию создания объекта. Нас сейчас не интересует реализация. Реализация там будет не очень сложная. По сути дела, надо описать, какие объекты мы хотим видеть. Ну, чтобы понять, какие объекты мы хотим видеть, нам надо понять, с чем мы работаем. Мы работаем с предприятиями. И понять, какие там функции, в чём они вооружаются. В строках, в числах. Если там что-то определённое. То есть, мы должны дать возможность человеку, который берёт нашу библиотеку, это создать своё предприятие в течение одного часа. Забомбить его и вставить сюда, да? А весь остальной код будет обрабатывать принципы, да? То есть, всё вычислять. Тогда эта библиотека начинает иметь смысл. Не только для вас, но и для людей. А мы же делаем для людей. Мы учимся программировать, разрабатывать проекты. Но при этом мы делаем это для людей и учитываем все факторы. Да, тяжело, но это классно. Молодец. Теперь, Серёж, что я ещё не увидел? Я вас просил. И я это не увидел. Ну, я вас очень попрошу... Я вас очень попрошу поработать над названием «Конгломерат». Это, конечно, ваше дело, но всё-таки единая база данных, оно более понятно, да, на слух. А «Конгломерат», ну, у каждого будут свои ассоциации. А всё-таки название класса должно быть такое, чтобы оно полностью отражало суть. Единая база понятна любому славянину будет. Что это единая база, это понятнее. Следующий момент. Я вас просил, но вы, видно, не услышали, либо не посмотрели видео. Сейчас вбить, что наш с вами проект должен делиться с другими языками и программами. То есть у него должна быть возможность встроить его на Kotlin, на Java. Хотя мы с вами решили, что будем через API делать, через Web. Но, тем не менее, я сказал, надо вбить эту возможность сейчас. То есть для этого записывайте на данном этапе вам надо выполнить ещё домашнее задание. Поработать с тремя языками с выводом JSON. Я уже посылал. Вы крутите, допустим, у Python есть библиотека JSON, то есть импорт JSON, и как, во что данные превращаются. Но надо поработать с Python, надо поработать с GC, он нам понадобится, надо поработать с Kotlin. И должно отложиться у вас следующее, что, в принципе, мы по-разному пишем код, но происходит одно и то же. На выходе мы получаем именно JSON. Не получится у нас получить потом этот формат, если мы ничего о нём не знаем. А, значит, записать домашнее задание и сейчас поработать с тремя языками и сбросить это. Я хочу видеть, как это работало в Kotlin, как это работало в Python, как это работало в GC. Первое. Второе. Скажите, пожалуйста, если проект такой вот большой, то он, наверное, должен иметь определённое количество настроек по умолчанию. Значит, записываем домашнее задание. Во-первых, первое, надо вбить где-то файлы, файл настроек. Значит, какие знания к этому требуются? Надо понять. Если у нас есть файлы настроек, значит, у нас есть некие исключения. Согласитесь. Значит, надо вспомнить сейчас и посмотреть. Дофига кода не разберётесь, я помогу. А как создаются настройки? Ведь в любом проекте, если вы посмотрите, есть настройки. И второе. И надо вспомнить, а ведь если есть настройки, значит, вам придётся работать над своими исключениями. Особенно, когда вы будете работать своим, делать свой тип данных. И если, допустим, что-то помешало создаться типу или введены неверные данные, значит, должно быть исключение. Иначе как разработчики разберутся, что происходит? Правильно? Правильно. Значит, это записываем. Следующий момент. А, и создание. Пока всё. Пока на этом остановимся. Ещё много хотелось бы сказать. Серёж, вы продвинулись очень далеко, учитывая, что вы никогда не занимались разработкой. Учитывая, что вы несколько лет не изучали библиотеки. Ну, сейчас начали. Слава Богу. Значит, вы поняли, что проектирование, чем точнее спроектирована задача, тем легче потом писать код. Писать код, заметьте, если бы начали, когда был первый рисунок, это было бы ни о чём. Сейчас мы дошли до этого, и уже сколько исправлений мы внесли. Много. Так, ну, Серёж, для вас всё пока. Вот это записывайте и давайте делать. Позже я немножко подключусь, когда завершу свои задачи. Мне интересно. Теперь, для ребят школы. Вы можете подключиться в любой момент. Но, пожалуйста, вы продумывайте свои варианты. Либо берите Серёжин вариант, но улучшайте. Но должно быть чёткое объяснение, почему это так. То есть, это всё будет помогать. Почему? Потому что это проект коллективный будет. Единственное, что Сергей первый созрел к этому проекту. Ну, а новички, как я сказал, начинают с сайта с нуля Python. То есть, всё проходит. Потихонечку и дорастают до этого. Всё, ребят, спасибо за доверие. Всё получится. Серёж, делаем. Главное, спокойно. Главное, не торопитесь. И главное, не надо бояться. Даже если вам сейчас кажется что-то страшным, это хорошо. Это хорошо, когда страшно. Но, как только задача определяет контекст, то есть, есть конкретные требования, мы сразу легко можем написать код. А это придётся делать. И ещё маленькие моменты хотелось бы оговорить. Да? Смотрите, если мы сейчас... Вот наш проект, да? Наш проект. Наш. Цель этого проекта, как вы сейчас называете, конгломерат. Подумайте всё-таки над названием. Да? Цель нашего проекта в следующем. У него две задачи. Первая цель, что добавить абсолютно любое предприятие. И второе, создать единый центр. Да? Единый центр, единый центр. При этом этот единый центр должен иметь сервер, так как все предприятия и информация должна обмениваться данными через сервер. Ребята, без серверной части, современном мире программирования бесполезно. Если вы сегодня меня не услышали, да, а вот в школе я видел ребят, которые услышали, я сказал, что первичное, то, что от вас требуется, это прийти в школу и начать работать с Linux. Потому что очень странно наблюдать, когда человек работает с Windows, а потом пытается настраивать сервера на Linux. Всё получается очень криво и косо. А если всё-таки человек, работая с Linux, нарабатывает опыт, потом и сервера. И оказывается, программировать на Linux в командной строке нужно. Отличие Windows и Linux я не буду ни то, ни то там обсирать или говорить плохо, хорошо. Да? Я знаю, что достаточно большое количество людей говорят, ой, Windows нажал одну кнопку, там щёлкнул и установилось. Ну, само собой, с вирусами. Ребят, так это ж пользовательская система. А как программист, вы кто в Windows как программист? Гость. И всегда будете гостем. Что? Вам Windows может позволить внести какие-то изменения? Нет. Windows пользовательская система. Пользоваться программой, работать в банке, грубо говоря, так. Linux – это система для программистов. То есть система, которая при помощи командной строки позволяет носить любые изменения и подстраивать её под вас. Ну, чтобы это начало происходить, этим надо заниматься. Заниматься ежедневной форме. Кстати, Сергей тоже пришёл уже с нуля. Вот его сообщение. Я ему недавно напомнил, чтобы, думаю, не боялся. Чтоб не боялся. Я ему напомнил сообщение, которое Сергей писал 31 марта 2018 года. Это вот с группы сообщения, да, я сюда добавил. Вот он писал. Всем привет! Пять месяцев назад я Ubuntu установить не мог. Для меня это было, как собрать какой-нибудь космический аппарат. Но в школе всё происходит покруче и побыстрее. Каждый по совету скинулся, всё дело сделано. Программа обучения мне очень нравится, всё круто, бери и делай в удобное время. Было недоумение, как учить два языка, но как-то взял и начал. Ощущения очень крутые, словами не опишешь. Каждый день что-то новое. А ещё появились планы на будущее, и это круто. Если посмотреть назад пять месяцев, то разница очень огромная. Был одним человеком, начал вставать другим. Классная фраза, мне очень надо, начал вставать другим. Если бы тогда, пять месяцев назад, до того, когда вы представляли, Сергей, эту Ubuntu, как космический корабль. Если мне не изменяет сегодняшнее моё зрение, то, в принципе, за это время вы овладели Ubuntu, овладели DBA, настраиваете всё, всё это уже прошло. А если бы я тогда вам сказал, Сергей, а ведь совсем скоро вы будете заниматься разработкой. Я не думаю, что вы тогда поверили. Но на самом деле, поэтому я говорю, не надо никогда бояться, потому что надо вспоминать самого себя и сравнивать с самим собой. На тот момент вам казалось, что Ubuntu это нечто страшное, это космический корабль. Сегодня вы просто продолжаете в этом направлении развиваться, но это и так пройденный, и он простой, да? Да. А проектирование и дальше разработка всё то же самое, потому что сейчас важно, вот говорил, закончу, а продолжу. Сейчас важно, самое важное, что произошло, вот за что вам, если было там миллион-бальная система, то за что вам миллион баллов? Вот что меня, почему я показывал сначала первую схему, а потом вторую? Серёж, сейчас у вас происходит вот это вот становление, очень классное, да? Какое? Программист, разработчик обязан выбрать путь, да? Путь, то есть, как он будет реализовывать? Вот я рад, что вы выбрали миксины уже, то есть, вы уже выбрали и прорисовали, да? То есть, уже есть, но теперь, вот как я вам сказал, нам надо свести к тому, чтобы место этих объектов заняли какие-то другие объекты, чтобы мы могли в одно касание руки добавить гидроэлектростанцию, то есть, надо продумать, вот я же настаивал на абстрактных классах, здесь без них не обойтись, в каком-то фрагменте будет без интерфейсов не обойтись, понимаете? А вот я вам поясню, почему без интерфейсов не обойтись. По сути дела, интерфейсы вам здесь будут понятны, это вы пока не понимаете, а я уже давно вижу. Вот смотрите, есть объект ресторан, а есть объект АЗС, а есть объект оптовая база. Скажите, пожалуйста, с одной стороны, при добавлении объекта, ведь вы мне отвечали, чем отличается, я вам рассказывал не раз, чем отличается интерфейс от абстрактного класса. То есть абстрактный класс добавляет жестко, да? Грубо говоря, он проверит многое, а интерфейс проверяет только само действие. И можете ли вы столкнуться здесь с такой вещью, что, допустим, когда вы будете добавлять ресторан, чем-то он будет отличаться от АЗС, тогда, грубо говоря, у вас получится, что, создавая ресторан, создавая АЗС, что-то с одного и с второго притянете, а может оно там не нужно, а может быть подумать и создание объекта исходить из интерфейса, то есть, по сути дела, чтобы не брыкалась программа, а по сути дела нам надо создать, проверить, что объект создался, но при этом не завышать каких-то требований, потому что это может быть человек создавать АЗС, подключать СЮ, а второй может гидроэлектростанцию, но у них совершенно разные свойства, и с одной стороны, астрактный класс заложен так, что он жестко, я вам рассказывал, кто не понимает, новички объясню на более простом примере, берем пульт телевизора, все представили в руке, щелкаем кнопку, происходит переключение телевизора, скажите, пожалуйста, вы щелкнули кнопку 2, у вас на кнопке 2 какой канал? Ну, вы вспомнили, да? А скажите, а у ваших соседей именно этот канал будет на кнопке 2? Да вот черта с 2! Вот в том-то и дело, если бы вы приставили пульт как абстрактный класс, то все действия должны были произойти четко, то есть переключение на канал 2 и на канале 2 только Россия 1. Все! Но если мы представляем пульт как интерфейс, то его задача сводится к более минимальной. Переключить и проверить, что канал 2, а там или Россия, или белорусские каналы, это уже не важно. Это уже устанавливают программы-телевизоры. Поэтому, Сереж, и я вам говорю, вот подумайте, да, если мы добавляем АЗС, и если мы добавляем ресторан, и если мы добавляем гидроэктостанцию, когда вы будете проверять ваша программа, надо ли вам жесткая проверка или нет? Потому что согласитесь, что ресторан, АЗС и оптовая база, а плюс еще взять, допустим, верфь, да, создание кораблей, они сильно отличаются. И свести их в одном абстрактном классе практически невозможно. Но, теперь подумайте, а может применять, я хочу, чтобы вы подумали, и абстрактные классы, и интерфейсы, но абстрактный класс, по крайней мере, можно заложить имя. Все эти объекты, как я говорил, имеют имя, имеют четкий адрес, имеют точку на карте. Да, это можно заложить. Но тогда вопрос, или использовать абстрактный класс, или использовать интерфейс, или использовать что-то первично, что-то второе. Ага, видите, сколько задач, и я хочу, чтобы вы их решили. И, а уже потом, я вас буду пугать страшными вещами, от которых я вижу, вы пока, судя по стрелочкам, да, судя по стрелочкам, вы стараетесь избежать, а не получится. Потому что, например, поэтому сейчас я вам дам еще одно домашнее задание, но пока его не включать, а пока только вспомнить. Ведь когда-то, я думаю, вы делали. Давайте я вам спрошу такую ситуацию. Закрывается предприятие, при этом, если предприятие закрыто, и сотрудники увольняются, правильно? Одна ситуация, другая ситуация, не поступил свет, не поступил свет, и не работает один цех. Правильно, Сергей, я веду вас к тому, чтобы вы все-таки пока почитали, но не включали, потому что на данном этапе сложно. Но есть такие понятия, которые решают все эти вопросы, это агрегация и композиция. Да, и без этих вещей сейчас не обойтись. То есть, по сути дела, сейчас пока, если посмотреть, мы с вами на этапе, если брат с древним человеком, пока только охотимся, даже камни не начали обрабатывать, до железа, железного века нам еще, грубо говоря, далеко, вот такую. То есть, мы на первом этапе. Пожалуйста, запишите все вот эти домашние задания, и в ближайшее время займитесь именно повторением, проработкой, и все это должно быть в группе, чтобы это было польза и вам, и школе. и школе. Почему? Потому что на вещи, которые возникают проблемы, как раз таки будут дописывать уроки, потому что сам процесс разработки описать сложно взять, а вот так, когда вылазят конкретные проблемы во время разработки, можно указать на принципы, да, но принцип всегда должен иметь, вот как сейчас, да, вот это единственный правильный путь научить по-настоящему разработке, то есть давать разработчику направление и право выбора. Тогда, в принципе, родится разработчик думающий и будет решать задачи. Так что на этом пока я закончу, много наговорил, но то, что уже можно сейчас, то есть по сути дела, ждем, когда ваша схема будет изменяться, да, потихонечку. Ребята школы тоже, старайтесь эти принципы все включить, да, то есть смотрите, что будет происходить, будут происходить очень крутые вещи, вы, одно дело, я же говорил, сейчас проговорю для новичков, когда человек совсем ноль, Сереж, это уже для вас, для новичков поясню, вот как ваш путь, вот объясню, вот два года вы много чего прошли, да, одно дело, для новичка необходимый навык, это вообще сейчас ребят, сайт вы можете уже по-другому увидеть, потому что я его переписываю медленно, но болезненно, но переписываю, почему, потому что все будет полностью переструктурировано, школа на разработку именно, ну, а обучение конечно с нуля останется, так вот, для новичков рассказываю, то есть, сначала новичок приходит школа вообще проходит Python с нуля, на этом этапе он не будет писать, потом я говорю, прошли, да, прошли функции Python, подключаете вот этот раздел, я все это объяснял, в уроках все есть, я дам ссылки в описании некоторых уроков, посмотрите дополнительно, все поймешь, чтобы мне не повторяться, вот Сергей здесь в свое время проделал аж 10 страниц, где в принципе было наработать основные принципы функций, основные принципы классов, тут даже есть программа мы зоопарк, зоопарк он разрабатывал, потом еще, я знаю, Денис Латыпов разрабатывал, здесь пришел парень, потом ушел, потом вернулся, потом у него пошло, не знаю, чем он сейчас занимается, но он молодец тоже, так вот, с одной стороны, когда мы разрабатываем маленький кусок кода, ну вот первый код Сергея, да, конечно, отличается от сегодняшнего кода, но, как и та, просто это нельзя выбросить, ребята, новички, говорю вам, то есть, если, допустим, у Сережи сегодня представление списка словаря, оно на автомате, да, то есть, я говорю словами, он воспринимает уже это кодом, а я хочу получать код, ну, я же, получается, как бы, ох, так, так классно смотреть за этим процессом, ребят, это же моя мечта была на самом деле, к этому шли, думаю, ну, если, я пробовал сам брать, описывать это, но понял, что бесполезно, надо, чтобы разрабатывали ребята, и был реальный процесс, тогда это имеет значение, да, и тогда видны минусы, плюсы, то есть, тогда этот процесс интересен, и вот, чему я хотел сказать, смотрите, вот эти все вещи, это необходимый этап, который проходится, но здесь все просто, по сути дела, мы представляем, там, либо строку, либо список, либо там, что-то иное, но в рамках маленькой задачи, и очень понятно, и получается, первая проблема, с которой сталкивается человек, который начинает заниматься разработкой, чтобы у вас упала пелена сейчас, да, что вы думаете, что вот пришли вы, там, на какие-то курсы, закончили за три месяца, и вы уже разработчик, до разработчика вам еще, как до Китая, грубо говоря, на корточках, да, доползти, это очень далекий путь, но, его можно ускорить, и я рассказывал, что начинаете работать самостоятельно вот здесь, потом начинаете второй язык, и по сути дела, это вам посвящено видео, которое многим, очень, я понимаю, не понравилось, потому что указывает на ошибки, абсолютно верно, я его дам сейчас, как бы оно вам не нравилось, по-моему, это видео 3. Это для новичков, то есть я конкретно, по-моему, 5 или 6 вещей очень четко указал, потому что приходит человек, допустим, пишет код, но не работает с командной строкой, в принципе, он зря занимается, и если вы сейчас посмотрите, то вы можете это все включить, и подготовка вас, как разработчика, будет идти совершенно другим образом, так вот, смотрите, человек, ведь Сережа все это проходил, ведь он подготовился очень основательно, почему, потому что, вот смотрите, он, я понимал, что надо все эти вещи дать, да, потом он проходил, ой, надо все переписать, все переписать, это не то, вот, нам надо кабинет сейчас, практика Python, он же проходил, старт ООП, магические методы, да, то есть, где я сразу понимал, что надо понимать, и нет, метод супер, это все надо пройти, но опять, это же пока знакомство, и это понятно, мы понимаем, что происходит, но все меняется, вы же видите, вот, насколько идет, интересно, но сложно, Сергей согласится, что довольно тяжело идет, когда нам надо весь код, весь код, так, а где он, этот код, включить в процесс, и здесь нам надо, в принципе, определить несколько вещей, да, мы начинаем определять, в первую очередь, мы пишем, пишем, проектируем, потому что, как вы видите, не спроектированный проект, на нем, даже бесполезно за него браться, второй момент, нам надо определить, стиль разработки, в данном случае, вот уже Сережа взял миксины, это правильно, я считаю, потому что, я ему показал реальные библиотеки, и та же Pandas, она полностью реализована на декораторах и миксинах, и это удобно, да, и так далее, и эти два процесса, ребята, подготовки и разработки, они разные, но, вот что получается, если, допустим, вы проходите Python, но потом, потихонечку, начинаете заниматься разработкой, то, когда разработка становится привязанной к проектному плану, то у вас появляется контекст, то есть, вот это то, чего не хватает, а зачем нам это мы отвечаем, а зачем нам это, вот это и есть, в принципе, настоящая разработка, и сейчас важный момент, прошу меня услышать, ни в коем случае нельзя процесс разработки путать с процессом разработки на какой-то готовой библиотеке, допустим, берем Django, да, вот я перед вами, допустим, создавал модель, вот, ну, кусочек модели создавал, это, сама разработка Django, это одно, а разработка на фреймворке Django, то есть, на готовках, другое, тут все очень просто, по сути дела, нам надо понять только принципы, как создавать модели, как прописывать представления, как прописывать URL, и все, и то, сколько сложностей у людей возникает, а вот, если взять процесс разработки, именно программного обеспечения, то он именно и похож на то, как разрабатывается Django, но, Сергей, вот сейчас я хочу, чтобы вы меня услышали, и ребята, но запомните одну очень мощную вещь, то, что сейчас вы вкладываете, я же показывал, вот, даже принцип разработки на Django, но где, рассказывал в видео 4, по-моему, что как мы там использовали миксины, вот эти все знания вы будете потом использовать дополнительно при разработке готовых библиотек, того же Django, и насколько будут круты ваши приложения, Сереж, ну, я боюсь даже подумать, честное слово, то есть, проходя вот эту работу, вы действительно начинаете по-настоящему понимать объектно-ориентированное программирование и делать на нем, творить на нем, но вот этот опыт, и если потом мы будем писать, вы увидите на Django, то все эти вещи вы сможете уже бегом применять здесь и настолько усиливать ваши проекты, что это будет просто, вы знаете, крышу сносить, просто, да, будут новички смотреть на ваш код и думать, боже мой, а как так научиться писать, а вот так вот, шаг за шагом. Ребят, ну, надеюсь, было интересно, но есть первое, что важно, вы знаете, сколько угодно можно смотреть, надо брать и делать, поэтому новички, начинаем с сайта, и надо быть в группе в школе. Я же показываю только фрагменты, да, а происходит намного больше действий. Я показываю фрагменты, чтобы, в принципе, показать, что разработка программного обеспечения, это большой, сложный, но безумно интересный и полезный процесс, которому, в принципе, и надо учиться. Последний вопрос задайте. Зачем человек приходит в язык? Чтобы стать разработчиком. Где-то полегче писать на джангах, где-то сложнее разрабатывать свои проекты, но вот это и есть сама цель прихода в программирование. А как стать разработчиком? А просто начать разрабатывать. И если учитывая подготовку Сергея и думаете, что это вот так вот просто на щелчок, то я вам уже показал столько вещей, да, что на самом деле всё не так просто. И всё это можно делать, но одно дело вы там себе сопите, злитесь, да, и что-то там изучаете, да, а другое дело быть в школе, вариться в этом и двигаться. Это уже немножко проще, немножко интересней, это уже есть какая-то поддержка, это есть подсказки других людей, это есть какая-то уже, вот этот проект больше будет настроен на тех людей, которые хотят научиться разрабатывать, хотят поучаствовать в разработке продуктов, каких-то. В любом случае, что с вами останется, это ваш личный опыт, понимаете? Ну и будущее. Заметьте, однажды получив опыт разработки, у вас открывается совершенно другой уровень. У вас открывается возможность со временем писать продукты, дорабатывать чьи-то библиотеки, участвовать в разработке других проектов, то есть в принципе уже открывается та стезя, которая имеет и финансовую составляющую. Почему? Потому что у вас есть знания, которые у других нет, и вы их умеете применять. Так вот, школа программирования Буфсыновского и взяла на себя роль, где человек приходит совсем новичок, как когда-то пришел Сергей Осадчий, который не умел даже ставить Ubuntu, и считал, что это высший пилотаж, или там Linux, грубо говоря, разбираться. Но так потихонечку, шаг за шагом, начал писать на нескольких языках, теперь пришел к разработке. Потом будет прекрасно наблюдать, когда Сергей будет свой проект размещать на сервер, дописывать мобильное приложение. Иными словами, будет full-step разработчик. Но какое качество он в себя точно вложит, это то, что он четко будет понимать, кто ему нужен. И когда ему надо команда, когда он все это проделает, надо будет сделать какой-то проект, то ему достаточно будет сказать, придут к нему, он спросит, видит, парень потупил глаза, все понятно, а другой скажет, он ему скажет, вот напиши то-то, то-то, то-то. Все, не надо там каких-то умных вещей, видит, пишет то, что надо, говорит, отлично, сработаемся. Так что, много тут плюсов. Но для начала надо идти самим. Все, ребят, спасибо. Если вам понравилось видео, пожалуйста, поделитесь им, с другими ребятами, пусть у них путь будет легче. Спасибо за доверие. Все получится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!